Ситуация, вы предприниматель, вам пришел типовой договор от регионального оператора Aleron Plus. Условия договора по оплате, как правило, многовато будет и порой очень многовато. И вы радостно, попросту говоря, забили на него. Весь бумага от Aleron не подписана, не проштампована печатью с вашими инициалами, да и букв читать много. Ну и соответственно ничего не платите мусорщикам, а зря. В таком случае вам непременно пришлют исковое заявление на круглую сумму. И придется идти в суд. Убытки от деятельности регионального оператора будут, к сожалению, в любом случае. Как предпринимателю минимизировать их, расскажет юрист. Не надо думать, что молчаливое несогласие позволит избежать судебного спора. Этот типовой договор будет считаться принятым на условиях регионального оператора, если предприниматель никак не отреагирует на этот договор. То есть даже если ты не подписал, печать не поставил, это как повестка. Тебе прислали? Да, потому что это федеральное законодательство и презюмируется, что услуги ТКО, они выполняются региональным оператором. В Чите они действительно выполняются, в регионах, точнее в районах по-разному, разные обстоятельства, но, тем не менее, опровергнуть этот факт очень сложно и трудно. И желательно, естественно, предпринимать юридически значимые действия. Что это такое? Это составление протокола разногласий. То есть если вы получили этот проект договора, оферту, вы должны посмотреть приложение, то есть как вам предлагают. Как правило, это норматив. Выбор небольшой. Плата за услуги ТКО осуществляется по нормативу, либо по факту. По факту это когда вы хотите приобрести свой контейнер, поставить его и, например, ежеквартально вывозить определенное, ну там вот полное количество у вас, предположим, за три месяца набирается. По звонку или по графику? Да. Это, безусловно, выгодный способ. И чтобы его добиться, нужно просто составить протокол разногласий. И, соответственно, судебный спор, вступить в него, потому что если он не доведен до логического конца с региональным оператором, то договор будет считаться принятым на его условиях. Поэтому это необходимо. Условия любого договора меняются только дополнительным соглашением сторон. То есть не обязательно это судебный спор. Если региональный оператор согласен, да, вы принимаете, соответственно, договор в том виде, в котором он удобен сторонам. Я полагаю, что это возможно. И есть такие случаи, когда споры принимаются на условиях предпринимателя, ну разрешаются в досудебном порядке. Иногда они уже в судебном порядке разрешаются. Ну, как правило, региональный оператор считает, что вот как я посчитал, так и будет, да, есть у них такая позиция. Но, тем не менее, есть предприниматели, которым удалось доказать, что вот у них там либо другая категория объекта, либо иная площадь, либо ошибочно региональный оператор применил иные какие-то места. Арбитражный суд Забайкальского края, вот он сейчас назначает большое количество дел. Он потребителям дает подсказку. Он ответчикам, предпринимателям дает подсказку. Он прям пишет, какие документы необходимы и региональному оператору, и предпринимателю, что нужно предоставить. На эти моменты надо обращать внимание. То есть фактическое оказание услуг региональный оператор подтверждает данными из системы ГЛОНАСС. А если в вашей деревне никогда не проезжала машина, да, Алирон плюс, ну, соответственно, вы можете на это ссылаться. И второе, формулы, значит, можно проверять, предусмотрены в правилах предоставления коммунальных услуг 354 правилами. Это для тех собственников нежилых помещений, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Они также имеют право приобрести свой отдельный контейнер, установить его на площадке. Есть соответствующая практика Верховного суда, которая это позволяет и по факту осуществлять вывоз мусора. Если этого не делать, то сумма иска будет высчитана, исходя из норматива и площади помноженных на прескурант цен регионального оператора. Как правило, от 20 до 900 тысяч рублей. Это также зависит от периода. Сейчас Алирон собирает, естественно, тех потребителей, по которым нет отношений, нет отзыва, нет платы. И, соответственно, в зависимости от этого сумма варьируется. Избежать этих трат можно, разбираясь с проблемой своевременно и обращаясь к юристам. Сколько вот такой подход с документами, с фактическим вывозом, когда все это получится, предприниматель, сделать, сколько в итоге он будет экономить в разогнатных соотношениях? Ну, экономия составляет до 70%. Это очень разные ситуации. У всех предпринимателей очень разные. У них у кого-то один объект, у кого-то 5, у кого-то 8, у кого-то огромный объект в 1000 квадратных метрах, у кого-то он крошечный, речь идет о 30 квадратных метрах. Но, конечно, если все проверить, то можно значительно снизить ежемесячный платеж. Потому что позиция бизнеса, которая говорит, ой, много я это платить не буду, она ни к чему не приведет. В судебном порядке взыщут и придется платить. Просто нужно предпринять юридически значимые действия, чтобы доказать, что действительно неправильно применен норматив, либо площадь, либо еще какие-то ошибки допущены. Кроме этих довольно понятных шагов, есть еще и нюансы. Например, условия договора аренды или формы собственности. Так что в любом случае лучше обратиться к юристу. Консультация юриста в чите обойдется примерно в 3-4 тысячи рублей. Но сэкономить получится намного больше.